Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ, студии Махач Курбанов и коротко о главном. В Дагестане росгвардейцы почтили память боевых товарищей, погибших во время кизлярских и первомайских событий в 1996 году. На более подробном выпуске. Колонна автотранспорта, украшенного юбилейной символикой, проедет по городам Дагестана. В Дербенте прошел торжественный автопробег в единстве «Наша сила», который открывает комплекс праздничных мероприятий к столетию образования ДССР. 48 лучших мастеров республики на выставке народных промыслов в роднике Дагестана. Всю экспозицию не пройти и за час. На базе Каспийского ОМОНа прошли траурные мероприятия, посвященные памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших во время трагических событий в городе Кизляри и селе Первомайском Хасевертовского района республики. Отдать дань памяти погибшим пришли в Рио главы республики Дагестан Сергей Меликов, герой России, начальник управления Росгвардии по республике Дагестан генерал-майор полиции Магомед Баачилов, министр внутренних дел региона генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, глава Махачкалы Салман Дадаев, герой России Баатр Гендеев, ветераны спецподразделений, родственники погибших сотрудников. В Рио главы региона Сергей Меликов подчеркнул, что благодаря стойкости, самоотверженности и героизму сотрудников и военнослужащих удалось установить мир и порядок в республике. Я хотел бы поблагодарить руководство управления национальной гладью республики Дагестан, командиров подразделений, командиров соединений, всех присутствующих присутствует за то, что вы находитесь сегодня в этом строю и поддерживаете всеми близкими, наши были товарищи, которые ушли. Ушли, но вернулись, потому что они вместе с нами, они в нашей памяти, они рядом. И пока память о них жила, они тоже живы. Также состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим сотрудникам органов внутренних дел, после чего память ушедших была почтена минутой молчания. Сегодня в Дербенте прошел торжественный автопробег в «Единстве наша сила», который открывает комплекс праздничных мероприятий к столетию образования ДССР. Украшенный юбилейной символикой автотранспорт расположился у парка боевой славы, откуда и начал свой путь. Организаторами автопробега выступил Координационный совет ветеранских организаций, участников и инвалидов афганских событий. Колонна машин участниц проедет по городам Избербаш, Каспийск, Махачкала, Буйнакск. В торжественном мероприятии приняли участие председатель собрания депутатов города Магомед Магомедов, заместитель главы Дербента, Ведодизий Налов, волонтеры и общественные деятели. Снижение титров антител через несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции не означает, что снизился иммунитет к заболеванию, заявили в Роспотребнадзоре. Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета есть клеточный иммунитет и память клеток, которые эффективно защищают. Научные исследования в этой области продолжаются, говорится в сообщении ведомства. Минтруд предложил проиндексировать выплаты жертвам радиационных аварий. Предлагаю утвердить новый коэффициент индексации выплат пособий и компенсации на 2021 год для лиц, подвергшихся радиационному воздействию после катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также для других групп граждан. Текст соответствующего проекта постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов в пятницу. Документ также касается выплат для лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на производственном объединении «Маяк», а также после сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Кроме того, постановление подразумевает индексацию выплат для ветеранов, инвалидов, героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы, героев социалистического труда, героев труда Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы, а также выплат гражданам, имеющих детей. К другим темам. От кумыкских тастаров до кайтакской вышивки. В Махачкале в зале Дома художников прошла выставка «Родники Дагестана». В экспозиции представлены около 150 изделий мастеров народных промыслов. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Ханбабаева. Кайтакская золотая вышивка, кружевоплетение и лоскутное шитье. Эти изделия неоднократно выставлялись на самых разных фестивалях и ярмарках. Здесь представлены работы 48 лучших мастеров Дагестана. Что касается сегодняшней выставки, она, конечно, по-своему интересная и необычная, потому что мы, как бы, с одной стороны подводим итоги года, прошедшего, с другой стороны мы эту выставку мастеров Дагестана посвящаем столетию Дагестана. Выставка продлится до 30 января. Принять участие может любой желающий. Здесь народные мельцы будут не только представлять готовые изделия, но и проводить мастер-классы. Интерес к народным промыслам растет, говорят мастера. На подарок берут, на свадьбу подевают, на юбилей, день рождения, сейчас покупают, даже за границей в Украине. Германия, Италия. Всему можно научиться. Тем более мы дагестанцы, они почти все крови уже мастера. Среди произведений можно встретить как живописные горные пейзажи, так и натюрморты и портреты. На некоторые из своих работ, по словам художников, они потратили всего пару часов, а вот на другие уходили месяцы. Очень нравится в своих интернерах применять какие-то элементы ручной работы. Обратила внимание и на гибели, и на кабинеты, потому что то, что создано руками, это особая энергетика, и ни одна машина, она не может передать ту энергетику, которая создается мастерами. Мотивы, элементы народных промыслов становятся популярнее с каждым годом. Даже современные художники и дизайнеры применяют их в своих работах. Наталья Ханбабаева, Муса Салтгиреев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Готовы ли Махачкала к сюрпризам природы? Прогноз на ближайшие дни пугает довольно сильными морозами. От минус 10 до 15. При такой температуре городским службам придется работать почти в экстремальном режиме. Готовы ли столица встретить очередные капризы погоды во всеоружии? Расскажет Патимат Ханапова. Для столицы республики любая непогода – это испытание. И вот снова прогнозы синоптиков неутешительные. С понедельника в Дагестане наступят морозы, которые всегда становятся проверкой на прочность для коммунальных служб и пыткой для жителей. При прохождении территории Дагестана температура понизится. Осадки будут подойдут в частности. Ожидаем в приморских зонах при прохождении фронта температура ночью до минус 8, до 10. В мэрии сообщают, что к заморозкам они готовы. Коммунальщики уже подготовили спецтехнику. Их наличие и запас антигололедных средств – 60 тонн реагентов, 1500 кубов песка и 187 тонн соли. Я думаю, что подготовка у нас идет в таком неплохом, хорошем режиме. Также подрядные организации, как я ранее говорил, действительно оказали содействие нам по уборке снега с городских улиц. И также обещают повторно помочь. Но работа вроде бы слажена, нормально идет подготовка. Насколько подготовка была эффективной, покажет время. Однако важно помнить, что надеяться стоит не только на коммунальщиков, но и самим быть бдительными и ответственными во время непогоды. Например, нередко водители, неправильно оценив обстановку, выезжают в гололед на летней резине, тем самым подвигая риску себя и других. А пока одно точно радует – зима вступит в свои права ненадолго. Столь низкая температура в столице продержится всего несколько дней. По тематам Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. Тагир Уланбеков проведет бой против бразильца Николао Матеуса на турнире UFC 13 марта. Место проведения мероприятия не определено. Поединок состоится наилегчайшей весовой категории. Рекорд Уланбекова в ММА – 13 побед и 1 поражение. На счету же его оппонента – 16 побед и 3 поражения. Для дагестанского бойца это второй поединок в американском промоушене. В октябре прошлого года он дебютировал с победой над бразильцем Бруной Сильвой. Отметим, что карт мартовского турнира возглавит бой Хамзата Чимаева и Леона Эйвардса. И на этом у нас все. Оставайтесь на канале ННТ, не переключайтесь, смотрите новости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова